Привет, друзья! С вами Дмитрий Любимов. Добро пожаловать на курс по геймификации инфобизнеса. Это первое предварительное видео, в котором я расскажу, что к чему, о себе расскажу побольше, расскажу, что такое геймификация, зачем она нужна, подойдет вам этот курс, не подойдет, чему мы научимся, о том, какие крутые дополнительные возможности вы можете получить из этого курса. Расскажу, покажу несколько примеров работ. Ну и, собственно говоря, выдам первое предварительное задание. Итак, поехали. Переключаемся на презентацию. Значит, вообще, что такое геймификация? Наверное, многие из вас знают, что такое геймификация. Тем не менее, вот расскажу в двух словах. Люди всю жизнь изобретали, придумывали различные игры. Игры, будь то какие-то солдатики, кораблики, шахматы, шашки и так далее. Все эти игры позволяли людям, значит, развлекаться, получать удовольствие. И если обратить внимание, то игра всегда поражает своей вовлеченностью. Если мы посмотрим на уже 20 век, то компьютерные игры, да и сейчас, в 21 веке, они поглощают людей просто порою с головой. Ну, возьмите какой-нибудь там World of Tanks, люди, эти танчики, семьи меняют на танчики. Это не есть хорошо, но это наглядный пример того, как игра, какие-то пиксели могут человека настолько поглотить, что он выбирает игру вместо своей жизни. Вот, это как бы, к слову, о мощности игр. И, собственно говоря, ну, опять же, большую часть в 20 веке люди начали обращать внимание на то, вот на этот феномен. И стали стараться придумывать способы, как вот взять вот то, что в игре вот так вот манит, так вот затягивает и как-то использовать это в бизнес-процессах, в обучении, в управлении, в маркетинге, в здравоохранении, в защите окружающих средств, в обучении, где угодно. Вот. Поэтому, по сути, геймификация – это вот использование выжимки из игр, использование того, что эффективно работает в игре, того, что позволяет людям вот так вот вовлекаться в это, использовать это в различных процессах. Зачем вам внедрять вообще геймификацию в ваш инфобизнес? И нужно ли это? Да? Ну, в первую очередь, конечно, вам нужно ответить на этот вопрос, но с моей стороны могу рассказать вообще, зачем нужна геймификация. Геймификация. Скажем так, есть несколько аспектов, в которых геймификация хороша, но она не в топе. То есть, ну, есть способы лучше. Вот. Поэтому я скажу те вещи, в которых геймификация однозначена в топе. Это повышение мотивации, однозначно. То есть, если вы в ваших курсе, в ваших курсах, в вашей онлайн-школе, в вашей индивидуальной работе, в ваших тренингах хотите повысить уровень мотивации, то игра, геймификация и внедрение игры в ваш процесс однозначно вам поможет. Если вы хотите повысить уровень вовлеченности, и причем это касается не только, например, участников тренингов, но это касается ваших подписчиков, читателей рассылок, значит, тех, кто смотрит за вами в социальных сетях, тем, кто смотрит ваше шоу, не знаю, все, что угодно, ваш канал, ютуб-канал. То есть, вовлеченность на всех уровнях и в различных форматах. Вот. Игра – это как раз про повышение вовлеченности. Вирусность. Если вы хотите начать создавать контент, который будет вирусным, который будет захватывать людей, которые люди будут просто друг с другом делиться, да, потому что это круто, потому что это интересно, и такие примеры, таких вот игр, например, они существуют, вот, то геймификация тоже вам подойдет. Развитие мышления. Ну, здесь тоже не для всех, потому что, не секрет, что многие, но я надеюсь, что здесь таких нету, вот, если такие есть, ну, ребят, вам мимо, потому что, наверное, это не подойдет. Дело в том, что есть много людей, которые учат для того, чтобы просто, просто рубить бабла, вот, то есть, использовать всякие манипуляции и так далее, дальше, чтобы люди покупали, а потом часто даже не появляются и не дают продукт, ну, в общем, продают тренинги исключительно, или какие-то курсы исключительно для получения денег, и дальше людей кидают. Ну, или если не кидают, то дают некачественный продукт. Вот. Это вам не важно, потому что геймификация, она повышает развитие мышления, то есть, ваши ученики становятся не просто тупыми адептами вашего, вашего гуру, вашего таланта, вашего светоча, но они действительно развивают мышление. Это вообще, это топ игры. То есть, игра, в отличие от других образовательных методик, она учит принять все решения и учит, развивает самостоятельность. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши ученики развивали ваше мышление и, значит, продолжали рассказывать точно так же о вас, получить большие результаты, то это тоже геймификация для вас подойдет. Вот. Потому что, ну, если вы дадите людям возможность научиться мыслить, то они запомнят вас надолго. Автономность. Это тоже очень классная история. Если вы хотите запустить автономную игру, которая бы работала без вас, вы хотите научить, может быть, разработать настольную игру, или вы хотите просто запустить какое-то некое приложение, которое бы точно так же без вас работало, то это тоже вам в этом поможет геймификация. Доведение до финала. Вот это то, чуть позже скажу про несколько кейсов. Это как раз, если у вас вот такая есть ситуация, что у вас приходит много людей, но до финала доходят далеко не все. Соответственно, в лучшем случае вы, ну, просто принимаете это, в худшем случае начинаете приукрашивать результаты. Я вот лично против этого. Вот. И вы хотите, чтобы вот, будь то разогревающий курс, или будь то ваш платный курс, например, но и там, и там вы хотите увеличить количество людей, которые дойдут до его финала. Вот в этом случае вам обязательно поможет геймификация. Повышение продаж. Ну, на самом деле, повышение продаж, это как следствие всего того, что я перечислил выше. Потому что если люди в ваших курсах развивают мышление, если они доходят до финала, если они вовлечены, если они замотивированы, то они обязательно поделятся своими результатами, с окружающими, они будут рассказывать про это, они будут вовлекать других людей в ваши курсы. Потому что, и они дадут вам кейсы, они дадут вам большое количество качественных кейсов, не натянутых за уши, а именно настоящих кейсов. Потому что они вовлечены, потому что они замотивированы, потому что они размышляют, соответственно, у них идет внутренняя мотивация, они сами делают задания. Не потому что вы им там обещали какие-то баллы или бонусы, очки. Геймификация – это не совсем про баллы и рейтинги, это лишь поверхностная часть геймификации. А когда у них внутри появляется внутренний огонь, они сами становятся проактивными и где-то даже быстрее делают задания, чем вы им их выдаете. Вот если один из этих пунктов, соответственно, вам отзывается, то геймификация вам подойдет. Технический вопрос. Сейчас я быстро поговорю про техническим вопросом, соответственно, как будет проходить тренинг. Каждый день вы будете получать видеоурок, плюс, возможно, какие-то дополнительные материалы. Это могут быть чек-листы, это могут быть рабочие тетради, которые позволят сделать ваше обучение более эффективным, позволят вам сделать более высокий результат. В каждом уроке, естественно, будет практическое задание, потому что в идеале наша с вами задача стоит в том, чтобы вы по истечению вот этого небольшого курса с нуля создали или как минимум сделали первый план, схему вашей игры. То есть в идеале вы приходите с нулем, на выходе вы получаете игру, которую вы разработали. Ну, скажем, это может быть для разогрева или для вашего платного курса. То есть я вам дам некую схему, по которой вы будете ее создавать. Ну и в финале на пятый день, то есть у нас будет 5 дней, 4 дня практических заданий, и на пятом дне я проведу живое вебина, на котором отвечу на вопросы, которые у вас останутся, докручу какие-то моменты, которые были недостаточно прояснены. Вот. И с этим мы у вас поднимем руки вверх, и у вас будет готова игра и алгоритм дальнейших действий. Подарки. Ну и естественно, я так же, как и любой из вас, заинтересован в том, чтобы этот тренинг произошло как можно большее количество людей, ну, как минимум для того, чтобы подтвердить свою эффективность. Вот. Поэтому за выполнение заданий я буду награждать вас баллами. То есть за каждое выполненное задание вы будете получать балл. Баллы в финале вы можете обменять на конкретные подарки, на конкретные призы. Вот на слайде можно увидеть, что от 1 до 4 баллов я просто отправлю вам. Ну, 1 до 4 баллов, я серьезно скажу, достаточно легко получить. Вот. Поэтому, возможно, вы пока сюда добрались, уже получили. Ну, не факт, но тем не менее. Значит, вы получите список литературы. Это действительно вот выжимка тех книг, которые прям обязательно нужно прочитать. И прочитав которые, вы уже будете хорошо разбираться в геймификации, вообще в том, как внедрять ее в процессы. Вот. Это топ книг, которые вам помогут. За 5-7 баллов я не только дам вам эти книги, но и подарю вам месяц бесплатного участия в закрытом клубе «Рецепты от любимого». Рецепты от любимого – это еженедельные встречи, на которых мы разбираем ваши ситуации и каждую неделю внедряем что-то новое в нашу жизнь, в наш бизнес, в наши отношения, в наш мир и так далее. То есть это такие вот еженедельные встречи, после которых, естественно, вы получаете определенные задания, делитесь друг с другом и вместе растете. От 8 до 10 баллов вы, помимо всего того, что я озвучил выше, вы получите квест недели на пределе в записи. Это тоже очень классный продукт. Это квест, который я создал. Это в свое время был мой первый такой опыт создания квеста на основе книги. Потому что я увидел, что люди читают часто книги, мотивирующие по саморазвитию, но в итоге ничего не происходит. Соответственно, некоторые книги, некоторые умные авторы, вроде Игоря Мана, например, в своей книге «Как стать номером один», они подготавливают дополнительную рабочую тетрадь или же прямо в книге пишут место, чтобы выполнять задание. Поэтому читай, выполняй задание. Но все равно не каждый это делает. Поэтому я решил превратить книгу, это была первая книга, которую я превратила, неделю на пределе, превратить книгу в игру, в квест. Вот у вас будет возможность посмотреть в записи этот квест. Ну, неделя на пределе это очень круто. Это неделя подготовки, то есть вы неделю готовите, а потом вы проживаете максимально эффективную неделю в вашей жизни. То есть это будет самая запоминающаяся неделя в этом году. А может быть и в последующем. Насколько вы к ней хорошо подготовите. Потому что любой прорыв требует подготовки. Часто мы сразу хотим с утра совершить прорыв, но не всегда это получается. Поехали дальше. Значит, за что еще можно получить баллы? За выполнение заданий, как я уже сказал. Но еще за посещение. То есть, соответственно, на занятиях будет в неопределенный период. Значит, этого занятия будет высвечиваться секретное слово. Вот на слайде показано, как оно примерно будет выглядеть. Видите, такая желтая рамочка. Секретное слово БОНД в данном случае. Если вы присутствуете, вы увидите это слово, вы его запоминаете. И, соответственно, вы дальше пишете, что секретное слово БОНД. И вы за это получаете дополнительное очко. Таким образом, только на этих словах вы уже можете получить до пяти очков. Что еще хотел сказать? Правила тренингов. Ну, безусловно, значит, отсутствие мата, отсутствие уважения к другим участникам нашего тренинга. Да, если, значит, также буду, естественно, негативно ответить ко всяким левым сторонним ссылкам, рекламе и спаму. Если вы видите, что есть, хотите порекомендовать какую-то литературу, вы можете порекомендовать ее личным сообщением. Можете отправить мне ее. И, соответственно, если я увижу, что ссылка нормальная, я ее сам опубликую и скажу, что вот там Сергей Семенов отправил книжку. Она действительно классная, я вот ей поделюсь. Вот, поэтому здесь очень важно, чтобы я не превратился в какой-то рынок. Знакомство. Ну, что ж, сейчас тогда я расскажу пару слов о себе. Меня зовут Дмитрий Любимов, как я уже сказал, и я квестолог. Я, в частности, по образованию маркетолог, магистр психологии, геопрактик, тренер, предприниматель и многое другое. Но, значит, что бы я хотел о себе сказать самое главное, то, что я уже более шести лет занимаюсь, то есть, разработка, в принципе, тренингов и так далее. То есть, начинал я именно с разработки и проведения тренингов. А если совсем раньше, то начинал с того, что я сам сходил на тренинги, на определенные. Мне они очень понравились. Я устроился в тренинг-центр «Вершина». И там я, значит, их продавал всячески и так далее, призывал. В общем, проходил, продавал. И на то, что напродавал, проходил следующие тренинги. В общем, мне это все очень понравилось. И так я начал заниматься психологией. Но потом постепенно-постепенно я стал руководителем. Я создал свой тренинговый центр «Перезагрузка», квестологический центр. И начал в тот момент как раз разрабатывать квестологический метод. Квестологический метод – это познание себя через игру. И вот впоследствии я его защитил в своей магистрской работе. Ее направленность была исключительно касательно психологии. Но на практике я внедрил квесты и вообще игрификацию в совершенно разных сферах. Об этом чуть позже расскажу. На данный момент у меня есть тренинговый центр «Перезагрузка» и одноименный «Эвент-агентство». Потому что постепенно меня начали спрашивать о том, что могу ли я делать какие-то мероприятия. Я начал создавать мероприятия уже более двух лет. Создаю мероприятия и за два года в «Эвент-сфере» так называемой, то есть в сфере организации мероприятия мы создавали квесты для крупнейшего книжного холдинга «Лабиринт», для крупнейшего компания «Вижимости без недвижимости». Мы создавали квест на семинаре Тони Роббинса. Практика применения игрификации есть в разных сферах. И торговые центры, и образовательные курсы, и мероприятия, и развивающие программы, и тренинги. Я сейчас расскажу про несколько кейсов, которые хотелось бы сказать более приближенные. Но из того, что запомнилось, то самый большой квест, который мы провели на 1700 человек, был проведен в Сингапуре на семинаре Тони Роббинса «Unleashed Power Within». Это «Раскрость внутренний потенциал», знаменитый его четырехдневный тренинг. Это был самый большой формат. Мы проводили образовательные, археологические, исторические игры. И поняли, что игра может решать любые задачи. Поехали. Дальше. Соответственно, подготовка к экзамену, все что угодно. И именно эта практика позволяет мне... То есть, прежде чем создать этот курс, прежде чем его запустить, для меня было очень важно именно попробовать в максимальном количестве сфер внедрить игрификацию, с максимальным количеством людей поработать. Работа по-прежнему продолжается, но, во всяком случае, если брать по сферам, то практически в каждой сфере мы внедрили игрификацию. Свежим примером был департамент транспорта города Москвы. Сейчас в процессе идет работа. То есть, мы разрабатываем образовательный квест, чтобы представители других департаментов могли бы пройти, пройдя его, пройдя эту игру, соответственно, прожить, познать жизнь, научиться и сдать соответствующий экзамен. Потому что для меня эффективное внедрение игры – это... Поэтому это самое главное. Итак, вот первый кейс, которым хотел поделиться, это Ольга Дмитриева. Она занимается оптовик с Китаем, но в какой-то момент она запустила свою школу по оптовому бизнесу с Китаем. И мы вот с ней познакомились, она попросила о помощи. И на момент того, как мы начали с ней общаться, в финале ее тренинг по оптовому бизнесу с Китаем тема непростая. Более того, целевая аудитория, там, как правило, были мамы в декрете, соответственно, ну, скажем так, непростая аудитория, да. То есть, это не какие-то замотивированные супер там ребята, у которых как бы, ну, особо нечего терять. Да, тут мама в декрете, то есть, это непростая задача, все равно даже когда ты в декрете, это огромная нагрузка, на самом деле, огромная. То есть, декрет это... Многим кажется, что это что-то такое, нет, декрет это гигантская нагрузка, вот, и при этой всей нагрузке, вот. Да и вообще многое в жизни психологически меняется, суметь еще заниматься оптовым бизнесом с Китаем, господи, это было непросто. И поэтому, как правило, в финале ли ее тренинг 50%? Даже не то, что результат, а просто, вот, ведь, суть в том, что там, даже если ты сделаешь просто пошагово несколько результатов, ты как минимум там окупишь, потому что тренинг у него действительно классный. Вот, и 50% в финале ли только тренинг. Вот, после того, как мы начали внедрять графикацию в ее курс, эта цифра поменялась 90% людей в финале тренинга. Вот, это было сделано за счет того, что мы разбавляли серьезные задачи по ее основному тренингу. и вещами игровыми. Но я говорю в двух словах, чтобы тоже не тратить больше времени, все увидите, все почувствуете в процессе нашего с вами тренинга. Елена Алешина, ниша саморазвития финансы. Обратилась, когда только она, у нее мощный опыт, и она давно хотела заниматься созданием курсов. Она открыла, как раз те курсы, сделала свой первый небольшой запуск, но, собственно говоря, вот обратилась ко мне, чтобы расширяться. Потому что у нее был один продукт, мы в данном случае помогли с ней не только с игрификацией, но и с расширением линейки продуктов, потому что это все взаимосвязано. У вас должно быть несколько игр, несколько вариантов и так далее. В итоге, что стало, мы создали линейку продуктов, то есть мы проработали как оффлайн, так и онлайн мероприятия. Мы разработали и методологию, то есть рабочие тетради. Вот это вот тоже очень важно в вашем, если у вас есть курс, то обязательно у вас должна быть методология. Тогда люди действительно будут получать результаты, делиться ими, призывать новых и так далее. И прибыль составила 600 тысяч рублей буквально после работы, после того, как было все внедрено. В лабиринт.ру, просто я стараюсь из разных кусочков брать, лабиринт.ру, ниша книги. Мы внедряли игру в различные рассылки. И если открываемость была 35%, то после внедрения определенных челленджей, игр, конкурсов, значит, открываемость стала 70%. К слову сказать о том, что игрификация, мы в любом случае в ней уже участвуем. То есть мы даже посмотрим там то, как Facebook предлагает нам рекламироваться, то это тоже такая игра, кнопочки, все легко и так далее. Но это поверхность. Мы же будем с вами смотреть вглубь корень для того, чтобы наши с вами графицированные продукты или же отдельные игры, потому что вы можете захотеть в рамках этого курса просто разработать игру как отдельный продукт, будут эффективными и будут работать. Дополнительный приз-добавый. Я также хотел бы сказать, что помимо вот этого курса, с которым мы с вами работаем, у меня есть платный уже большой курс, двухмесячный о том, как вот стать экспертом в этой области, ну, во всяком случае, первые сделать шаги, в ходе которого мы уже разбираем, ну, там 21 блок, сейчас об этом не буду грузить, но суть в том, что вы, работая на этом бесплатном тренинге, вы не только получите результат, но и вы получите реальную скидку. Вот, то есть, грубо говоря, каждый балл, который вы зарабатываете, будет равняться 250 рублям. Соответственно, в итоге вы можете заработать себе скидку 3000 рублей. Это реальная скидка, это не какая-то зачеркнутая цена, просто те, кто просто в конце захотят купить курс, для них будет одна цена, а для тех, кто прошел все испытания, будет результат и приятные скидки в 3000 рублей. Вот, это такой, на мой взгляд, приятный момент. Ну, и, собственно говоря, сегодняшнюю вот эту вводную встречу я хотел бы закончить домашним заданием. Оно будет очень простое. Ваша задача, естественно, уже написать секретное слово в сообщении группы тренинга, да, вот, вы его уже видели, я про него рассказывал, и обязательно, значит, написать секретное слово, написать 2-3 предложения себе, я вот уже о себе рассказал, я немножечко рассказал, значит, познакомились, теперь ваша очередь, ваша очередь знакомиться, поэтому просто расскажите о себе, чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь, почему вообще решили прийти на тренинг, где вы хотите внедрить геймификацию, где вы считаете геймификация вам поможет, и вообще зачем она нужна, вот, и обязательно отметьте лайком, ну, это так, со звездочкой заданий, посмотрите, что пишут другие участники, мы всегда называем про нетворкинг, в этом тренинге можно завести, дело в том, что тренинги любые, в любом случае это повод объединиться, объединиться единомышленникам, поэтому в любом случае вы здесь можете найти очень интересные и полезные связи, поэтому посмотрите, почитайте, что пишут другие, и лайкните тех, кто вам понравился, может быть, или у кого схожая ниша, или у кого схожие запросы, и так далее, и тому подобное. Также у нас в группе, в нашей закрытой, будет отдельный раздел для вопросов, туда вы можете тоже задавать вопросы, которые у вас останутся после этого видео, но не спешите, возможно, вы получите их просто чуть позже. Вот, а мы ждем начала тренинга, и первого задания. Счастливы, друзья, хвастуйте, удачи вам на нашем тренинге.